Боевая система в персонах? Говно! Тише, фанаты SMT, ваши игры тоже хуйня. Хотя, откуда им тут взяться? Я матернулся в первые секунды ролика. А значит, он не попадёт в алгоритмы, его никто не посмотрит, и я могу нести здесь любую хуйню. Класс. Поговорю сам собой про JRPG. Начнём с базы. Вот есть шахматы. Слышали, может, о такой игре? Классика, ёпт. Геймплей тактический, думать надо много, долго и тщательно. А есть шашки, которые на первый взгляд проще, но в них соблюдён симметричный баланс. Каждая шашка равна другой, и вот тут реально решает скилл. Умение принимать моментальные решения, и... Для меня вообще шашки это Quake 3 от мира настольных игр. Но это автоп. Так вот, JRPG это Сёги. Сделаем вид, что вы меня поняли. Короче, история эта стара как мир, и начинается она аж в 2005 году. Аки Гарыны, чили же по-японски Якудзе, выходят на PS2 как чистокровнейший битэмап с кучей мини-игр в придачу, и последующие 14 лет поднимает планку не жанра, но его исполнения внутри своей серии, и достигает пика на тот момент в Кивами 2 и с оговорками в первом Джаджмент. К тому моменту основная серия с Казумой Кирио в главной роли уже закончилась на Песне жизни в 2016 году. В 2К19, 1 апреля, выходит ролик с геймплейной демонстрацией Седьмого Горыныча, с пошаговой боёвкой и уходом в жанр JRPG. Хахашечка в целом удалась, все конечно посмеялись, а потом такие... А знаете что? А давайте? А давайте Якудзе 7 будет JRPG. Ташихиро на Гоши такой посмотрел, понял, что Рофл вышел из-под контроля, и принялся за полтора года до релиза переделывать весь кор игры. Ну, либо они планировали сделать так с самого начала, может быть и нет. В ноябре 2020 года Седьмая Якудза выходит в свет с новым главным героем и как следствие новой боёвкой, сюжетно обоснованной Шизой Ичибана, к слову. Малец переиграл Dragon Quest, и теперь для него во всех драках бандиты трансформируются в мыльные матрасы и мешки с мусором, а морды они бьют поочерёдно. И даже в Гайдене, в штабе Альянса Оми, если присмотреться на фон, то все пиздятся как пиздятся, а Ичиболс... Да. Семёрка получилась более клоунской, чем другие Якудзы, но в целом стала неплохим видением того, чем серия станет в будущем. Проблема была только в геймплее. Видите ли, сам же RPG-шный аспект был выполнен не очень. Социальные элементы с бухичлинками, персонажами и пати-взаимодействием было в целом окей, но вот боевая система... Хм. Вот это та причина, по которой я лишь предполагаю, RGG переделывали весь кор в попыхах, потому что боёвка была очень сырой и с кучей проблем. Сами бои были затянутыми даже против лёгких противников. Скиллы — реанимированные приёмы из других боёвок. И самое главное — бои не выносятся на отдельную арену, а юниты бесконтрольно перемещаются во время боя. Как бы окей, каждый скилл так или иначе попадает в противника, всё-таки таргет боёвка, но он вот мог бы попасть сразу по нескольким. А если тот зайдёт в угол? А если это битва на проезжей части и случится пробка, которая нас разделит? Или тиммейты не успеют добежать до арены? Вот не хотел я брать велосипед, я хотел просто ударить. «Нахера ты меня подсекаешь?» Короче, отсутствие контроля мешало наслаждаться хорошей игрой. Когда я проходил семёрку на релизе, я не замечал этих проблем до тех пор, пока не сыграл в демку восьмёрки. И потом снова решил перепройти семёрку. Господи, небо и земля. Тогда подумал я, и играя в Like a Dragon дальше, мне прям хотелось поставить мод на нормальную битэмап-боёвку. Пусть он тоже довольно кривой. И вот выходит Infinite Wealth, и все недостатки прошлой части были исправлены. Желания заменить эту боёвку на битэмап больше нет. А даже если и есть, то Кирю так теперь может в рамках одного из умений. Шутки шутками, конечно, но чем дальше я играл восьмёрку, чем больше я дрался и исследовал мир, я прозревал. Видите ли, я тот самый человек, который... А лучше ли это GRPG, чем Persona 5? Как бы да, у меня один идеал сравнения. Ну, это лишь потому, что эти игры хотя бы чем-то отличаются от дженерик хуйни типа... Legend of Heroes. Ну, типа серьёзно. И вы вправе со мной не соглашаться, но зачем вам заведомо быть неправыми? Короче, суть в том, что Якудзо 8, она же Like a Dragon Infinite Wealth, это лучшая GRPG на данный момент. Пик развития жанра, которая обязана быть стандартом того, как делать надо. И моей заочно любимой и, надеюсь, будущей Persona 6, есть чему поучиться. Никогда не думал, что скажу такое на то, что изначально было сделано чисто по приколу. Но лучшие идеи из приколов обычно и выходят. Так что давайте по порядку. Геймплей в видеоиграх дело не последнее, на то они и игры. А боёвка не последняя вещь в геймплее. Если показать глобально футажи из семёрки и потом восьмёрки, ну, неопытный человек разницы не заметит. Да и в целом, даже если я сейчас скажу об отличиях, их будет не то чтобы много, но насколько же они существенны? Ну, во-первых, по арене теперь можно двигаться. В пределах определённого радиуса, конечно, но что это нам даёт? Позиционку? Почти. Дело в том, что урон обычной атаки зависит от расстояния, на котором ты начинаешь её проводить. И находясь в интимной близости с противником, ты получаешь proximity бонус. Это повышает общий урон атаки, а в случае, например, кирью, вовсе превращает обычную атаку в лёгкий QTE для ещё большего повышения урона. Благодаря такому микроконтролю также можно провести атаку со спины, которая тоже даст бонус к урону. А также этот самый контроль твоего персонажа внутри радиуса избавляет тебя от случайных подбираний предметов земли, потому что теперь взаимодействие с ними также происходит при условиях непосредственной близости. Да идеала не хватает только добавить возможность в таком случае выбирать, атаковать голыми руками или предметом, а то всё-таки подбирать иногда ничего не хочется. В отличие от семёрки, битвы легче пробегать, что тоже плюс по сравнению с предыдущей игрой. Но если мы сражаться не хотим, а в драку всё равно попали, а противник уровня ниже нас, не парьтесь, кнопка быстрого выноса сделает всё за вас. Удобно ли это? Да. Казуально ли? Тоже да. И вот казалось бы, я радуюсь, ну, самым обычным мелочам, но тут в дело вступает... Я называю это Dragon Engine Moment. Ну, вы знаете, Dragon Engine. Дело в том, что все противники физичны настолько, что определённые типы ударов толкают оппонентов по арене, да так, что они могут захватить с собой своих ребят. Удары в стену также наносят дополнительный урон. Ну, в целом, всё так было и раньше. Но теперь возьмите вот так четырёх своих ребят, встаньте в хорошую окружающую позицию и простым тычком... ...пняйте одного противника в сторону своего тиммейта. Он отобьёт его, потом его отобьёт третий, четвёртый, и тот улетит в страйк. То есть, я поясню, внутри пошаговой боёвки RGG реализовали механику битэмап джагла. Все эти атаки при хороших условиях, правильной позиционке и прокачанных отношениях, оффкурс, позволят вам чинить даже боссов. Чего, наверное, ни одна JRPG не позволяет. Ровно, как и точно, контролировать свои силы. Как оно обычно бывает, список скиллов полистал, цель выбрал и в лучшем случае нажал на кнопку. Здесь же к последнему шагу добавляется QTE, или даже ручная наводка на цель. Как, например, второй скилл поджога у Нанбы. Файнали, JRPG, в которую надо играть, а не просто тыкать кнопки в интерфейсе. И да, я предвижу ваше возмущение о том, что подобный микроконтроль объелок был уже в другой пародийной JRPG. И я с вами соглашусь. И добавлю, что паундмейды, кстати, тоже были в Соус Парке. Тогда зачем я соврал о том, что Like a Dragon это первая подобная игра? Ну, я же заставил вас спуститься в комментарии и написать что-нибудь там. Ну, я же вот, я, я управляю вами. Так, я упоминал, что джаглы круче тем, чем круче прокачаны отношения с сопартийцами. И, по мелочи, одна из лучших идей для прокачки этих отношений — места с контекстными диалогами. Эта штука уже была в семерке, но в восьмерке это вышло на индивидуальный уровень. Теперь у каждого персонажа есть свое бинго, которое ты заполняешь, путешествуя по миру и находя контекстные диалоги. На темы типа хобби, прошлой работы, о том, как хочется пусси и прочем. Что, во-первых, очевидно раскрывает нам персонажа. Во-вторых, мотивирует нас узнать о персонаже больше и закрыть все штампики в бинго, где в том числе и указаны подсказки, как их и где искать. Ну, а в-третьих, это прокачка связи, где за сбор бинго мы получаем аж 35 очков. А бонды нам нужны для улучшения боевки. И да, эта штука доступна для всех персонажей, кроме Кирио Ичибана, соответственно. То есть, не важно, кого мы узнаем, нового для нас Томидзаву или старого Адачи, всем есть что рассказать. А, ну и в-четвертых, это почти не сбивает темп геймплея. В общем, да, это те вещи, которым я был очень приятно удивлен. Удивлен их исполнению, ибо это реально вышка. Вот к чему должны стремиться JRPG. А что делать с этой информацией, думайте сами. Если вы разработчик, пользуйтесь, ибо когда еще ноунейм-хуесос, который в геймдеве максимум рисовал визуальную новеллу, научит вас, как правильно делать игры? Ну и вкратце, коль уж мы заговорили о Якудзе 8, давайте блиц-обзор вам на нее что ли сделаю? Ну, так, чтобы тупо время потянуть. С точки зрения игрового процесса, вышка. Активности, которые предоставляет игра, как всегда хороши. Традиции серии все-таки. Игра масштабна, но не в сторону пятой Якудзы, а в противоположную сторону. Гавайи оставляют за собой очень крутое первое впечатление, когда ты сначала попадаешь в мелкие передряги, а потом видишь, что происходит на улицах ночью в понедельник. Подписчики Харухи выходят на улицы и устраивают беспорядки, требуя от него видос. Сапстори все такие же клевые и интересные. Мне больше всего понравился лимонадный бизнес Тони. Хотя определенные моменты игры уж сильно натянуты. Например, остров Дондока. Да, местный Нимул Кроссинг в целом прикольный, но его сюжетное обоснование и как мы на нем оказались, ну такое, если честно. В аналог из семерки, ну то есть пекарню с печеньем, верилось как-то больше, несмотря на абсурднейшие совпадения. Сюжет в целом очень круто начинается. Первые часы на Гавайях вот опять же вышка. Но впоследствии он скатывается в, скажем так, поле чудес. Когда еще спустя пять музыкальных номеров, ну или в данном случае столкновений с разными группировками, ты уже не понимаешь, а в чем был изначальный вопрос-то? Как будто у всех есть общая цель, но к ней буквально никто не продвигается. Все просто крутят барабан, накидывают на него всякие подарки и... Ну и изредка буквы называют. Хотя общий посыл сюжета понятен и мне он даже нравится. Сформулировать его можно как витюберы-педаг... Сразу отмечаю, что сюжетку я еще не допрошел, поэтому предварительно оценивать ее не буду. Но определенно точно хорошими получились персонажи. От Читоса идет очень странный вайб, в хорошем смысле этого слова. Она вроде и своя, но и принять ее в круг полноценно как-то не хочется. А вот Томизава лучший персонаж однозначно. Человек с интересной предысторией, мотивами, мировоззрением, которому вот прям хочется сказать... Брат, как я тебя понимаю! А Ямай и его синдикат... Но этого чертилу я запомню еще надолго. Взаимодействие между персонажами, их личные переживания... Все вообще зашибись сделано. Ну и самое главное... Караоке. Ну как же без него? Самое большое караоке в серии, в которой включены, наверное, почти все песни из предыдущих игр серии. Новые среди них тоже охуенные. И особенно... Вот... Если Бакамитай такая клевая, то где Бакамитай 2? Так вот она. Бакадароу это бенгер. Ей не суждено стать мемом, но в контексте всей серии и истории Кирью, после первого прослушивания пустил слезу. Лучшая песня во франшизе точно. Честно, у игры есть проблемы, особенно с пейволом на NG+, но пока что Infinite Wealth это однозначно мой претендент на игру года. Итак, а теперь задаемся вопросом. В чем смысл этого видео? Автор просто увидел прикольную пошаговую боевку и решил поделиться. Вот и все. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова